Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы опять зашли на мой канал. Я надеюсь, что вы смотрели мое предыдущее видео. Если нет, посмотрите тогда сегодняшнее видео, как-то будет более понятно. Сегодня я окончу свою работу над розами. И я начну с красного цвета. Этот цвет называется перманентный красный фирмы Халбайн. В принципе, можно использовать любой цвет, любую краску, если она густая, но одновременно прозрачная. Например, кадми для этого уже не сильно подойдет. Кадми красный вообще капризная краска. Я ее редко использую, потому что она высыхает настолько тускло по сравнению с тем, какая эта краска мокрая, что тяжело иногда понять, какой брать следующий цвет или какой по густоте. Каждый раз надо ждать, чтобы кадми высох. Поэтому сегодня я выбрала перманентный красный. По цвету на бумаге он похож на кадми. Он такой теплый, красно-оранжевый почти цвет. Правда, на моем видео он кажется холодным, но это освещение. У меня такое впечатление, что у нас сейчас началась борьба с обыкновенными лампочками. Сейчас в магазине в основном лампочки LED. Можно еще купить простую лампочку, но уже надо поискать в интернете. Вроде бы через два года обыкновенных лампочек вообще уже не будет в продаже. Все перейдет на LED. И LED это освещение экономное по деньгам. Но для рисования, мне кажется, оно не подходит. Что касается моих роз. Их можно закрашивать двумя вариантами. Один вариант сразу взять густую краску и покрыть эту розу и больше не возвращаться. Другой вариант можно нанести два или три слоя слабой краски. Результат, в принципе, будет одинаковый. Белые места при этом оставлять не обязательно. Я в некоторых местах на розе оставила белые куски. Но это чисто для эксперимента. И как вы видите, я потом их закрасила. Вы уж извините, я забыла включить камеру и закрасила листья без снятия видео. Листья можно покрыть просто одним зеленым. Я опять чисто для эксперимента дальние листья покрыла более холодным зеленым. Ближние листья более теплым зеленым. Но если вы все сделаете одним зеленым, тоже будет смотреться очень хорошо. И иногда я переворачивала свою работу вверх ногами для того, чтобы изменить гравитацию. Тогда мазки будут не настолько заметные. Потому что сейчас, если вы заметили, кисточка полусухая. Местами как-то влажная, местами сухая. А в таком случае могут легко пойти разводы. Хотя на цветах разводы могут быть в помощь. Цветы в натуре идеальными не бывают. Там всегда есть какие-то пятна, какие-то точечки, какие-то неожиданные линии. Поэтому, в принципе, разводов можно и не бояться. А также вы, когда работаете краской, обязательно учитывайте бумагу, на которой вы работаете. Если вы в бумаге понимаете, то, глядя на вот эту картинку перед вами, вы, наверное, уже знаете, что это не хлопок. Что бумага, на которой я сейчас работаю, так себе. Это видно потому, как высыхает краска. Тускловатая, потом какие-то пятна появляются. Это обычно типичный эффект древесной бумаги. А вот этот нижний зеленый листик я закрасила красным, чтобы вам показать, какой получится эффект, когда этот красный высохнет. Когда-то очень давно я в видео говорила об использовании противоположных цветов одновременно и холодных и теплых цветов одновременно. И мне по этому поводу задавали вопросы, но у меня как-то не получалось на них ответить. Видео просто вовремя ответы не приходили в голову. И вот теперь, когда этот лист высохнет, то вы увидите, для чего это делается. Я буду делать три слоя зеленого, и при этом можно менять зеленый. Можно добавлять больше желтого, можно добавлять больше голубого. Можно даже эти два цвета совмещать в одном листе, тогда будут красивые переливы. Я в данном случае все покрываю одним цветом. И вот сейчас у меня как-то случайно попадается красный в этот лист. И опять же результат будет очень красивый. Я решила его не убирать, просто оставить, пусть высыхает. Пока эти листья будут высыхать, я хочу нанести еще один слой на розы. Но мне надо, чтобы эти розы были на 100% сухие. А если у меня нет такой уверенности, то я всегда заранее краску промакиваю. Сейчас, если видите, на салфетку ничего не берется, то есть розы сухие. Но на ощупь бумага в том месте все равно влажная. Поэтому я в принципе ее и промокаю, что если краска еще отходит, то она возьмется на эту салфетку. А теперь последний слой красной краски. И этот слой должен быть сочный и густой. Конечно, не прямо из тюбика, разведенная краска, но все равно густая. А потом такими спонтанными движениями в кое-каких местах эту краску снять. Никакого плана у меня не было, где я снимала эту краску. В прямом смысле слова, спонтанными движениями. Тогда самый класс получится. И вот еще одна роза. То же самое, спонтанными движениями вы поднимаете краску. Не судите о своей работе, пока она мокрая. Принимайте все решения, когда все будет абсолютно сухое. Тогда вам будет понятно, где надо темнее, где надо светлее. Сейчас у меня работа полностью сухая. И вот теперь посмотрите на тот красный лист. Он под низом другого зеленого листа и как будто бы горит. Правда ведь? Как будто бы на него упал луч света и просвещается какой-то красный оттенок. Вот это как раз и есть результат использования противоположных цветов. Несмотря на то, что этот красноватый оттенок, он такой сероватый, он не красный, можно сказать даже грязный оттенок, но он все равно светится. Я раньше говорила, что я наношу три слоя, но это уже четвертый слой, да? Но это не полный слой, это просто детали. И эти детали я провожу по самым темным местам, которые просвещаются через этот лист. Я дальше буду ускорять видео, так как здесь уже ничего нового нет. Вам еще что хорошо бы было определить, когда вы рисуете листья, какая часть листа, именно край листа темный, а какой светлый. И если вы затемните край листа буквально тоненькой полосочкой, то сразу объемность появляется. Но в этом должна быть логика, чтобы не получилось, что один лист затемнен с одной стороны, а другой с другой стороны. И после этого последнего слоя, я никак не разберусь, он у меня третий или четвертый. Как-то я плохо посчитала, мне кажется четвертый. В общем, после этого слоя все, садитесь на руки, больше зелень не трогайте, потому что зелень так легко переработать. А вот в красный можно добавлять цвет очень долго, и он все равно будет красивым красным. А вот зелень, да, какой бы бренд вы ни брали, зелень это самый противный цвет, потому что он очень меняет цвет и плотность цвета при высыхании. Теперь осталось немного деталей на цветах, какие-то линии, какие-то точечки. И все это наносится в тех местах, где видно, просвещается этот первый слой туши, который был нанесен. На беленькие, на светлые места не лезьте. Только там, где видно этот серый слой туши. Ну, я сейчас в целом смотрю на эту работу, и у меня сейчас такое ощущение. И было точно такое ощущение, когда я работала. Но сильно это все такое чистенькое, красненькое, листики зелененькие. Не мой стиль, честно вам скажу, просто не мой стиль. И именно к такой работе по качеству, по виду вроде как и задний план никакой не подойдет. И мне кажется, что это еще одна причина, по которой этот стиль не живописный, а иллюстративный. Но мы художники, и художники могут делать со своими работами все, что хотят. Поэтому я, когда на эту работу посмотрела, она мне, честно говоря, надоела. И я решила ее побрызгать водой, для того, чтобы краска начала расходиться в разные места, чтобы создать какое-то настроение этим розам. Еще раз назову цвет. Это фирма Халбайн, перманентный красный. Смотрите, как он классно течет. Кадми бы так не потек. Чем мне еще нравится брызгать мои работы в конце, что создается такой вид работы по мокрому. Хотя мучения, которые можно испытывать, работая по мокрому, у меня не было. Потому что, когда ты идешь по сухому, то гораздо легче контролировать краску и ее интенсивность. А потом все это забрызгал, все растеклось, и кажется, что это все по мокрому. Вот это конечный результат. Так выглядит сухая работа. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что вы вернулись на мой канал. Досмотреть вторую часть этого видео. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok